статья дмитрия медведева об украино-российских отношениях опубликовано в газете коммерсант 11 октября 2021 года визуализировал и озвучил видео вербовский вадим статья дмитрия медведева почему бессмысленны контакты с нынешним украинским руководством 5 коротких полемических тезисов заместитель председателя совета безопасности рф дмитрий медведев обратился в коммерсант со своей новой статьей редакция публикует ее в авторской редакции украина находится в поиске своей идентичности и особого пути сочиняет свою отдельную историю хотя та же история учит что на это требуется столетие а вот украинские руководители особенно первые лица люди не имеющие никакой устойчивой самоидентификации несчастные люди кто они гражданами какой страны являются где их корни какова их историческая идентичность этническая составляющая каким богам они молятся им они себя ощущают они ширы украинцы европейцы русские евреи татары бендеры караим и нынешний президент это измученной страны человек имеющие определенные этнические корни всю жизнь говорившие на русском языке более того работавший в россии получавший значительные средства из российских источников тем не менее в определенный момент став руководителем государства из страха получить очередной майдан направленный против его личной власти полностью поменял политическую и нравственную ориентацию а по сути отказался от своей идентичности начал истово служить наиболее оголтелым националистическим силам украины которые надо признаться там всегда были но составляли от силы 5 7 процентов активного населения можно только представить сколь омерзительно ему было совершить подобное нравственное сальто мордаря это напоминает безумную ситуацию когда представители еврейской интеллигенции в нацистской германии по идейным причинам попросились бы на службу в сс ему надо было встроиться в пантеон героев этой части украинского общества крикнуть вместе с ними героем слава принять безусловный авторитет таких мерзавцев в качестве великих украинцев молиться о блаженной памяти террористов и юдафобов бандера и шухевич последователями которых называет себя сегодня значительная часть полетелиты украины конечно такое положение вызывает ежедневный когнитивный диссонанс в его душе и поступках тем более нельзя быть уверенным что в какой-нибудь момент при изменении политической конъюнктуры за тобой не придут чтобы нашлить на спину желтую звезду он должен бесконечно маневрировать между различными силами радикальными националистами на циками как их принято там называть мусульманской частью населения прежде всего татарами умеренными аполитичными украинцами и русскими представителями других этносов чтобы ему не сломали шею именно поэтому и появляются ублюдочные документы типа закона о коренных народах украины именно поэтому он показывает себя большим националистом чем наиболее радикальные из них всем известен скорбный календарь бандеровцев и полицаев того периода лето 1941 года когда после взятия частями немецкой армии города львова в двух самых крупных еврейских погромах погибло около 6000 человек это уничтожение русских украинцев евреев поляков в я новой долине под камни это белая церковь бабий яр и волынская резня а вот цитата из ранее не публиковавшихся материалов банда убийц выламывала двери и окна врывалась в квартиры расстреливала резала и убивала топором и ножами людей в том числе малолетних детей стариков и старух после чего трупы грузили на подводы отвозили и закапывали в ямах с целью сокрытия своих злодеяний часть семей сжигали в сараях и обгоревшие трупы зарывали в ямах все эти страшные зверства сопровождались массовыми грабежами имущества принадлежавшего замученным семьям ему явно противно потакать этим настроением вся история его жизни жизни его семьи восстает против подобной мерзости нормальный порядочный человек просто не смог бы это делать но увы надо иначе ему явно противно потакать этим настроением вся история его жизни жизни его семьи восстает против подобной мерзости нормальный порядочный человек просто не смог бы это делать но увы надо иначе размажут мозги по стенам он очень боится и не любит этих людей но вынужден проповедовать их идеологемы. Защищать отвратительные ему взгляды. Вывернутый наизнанку человек. Как в такой ситуации с ним можно вести переговоры и договариваться? Никак.